Приветствую вас и, во-первых, мне хочется вам сказать, что ситуация такова. Молодой человек понял, что вы в нём нуждаетесь. Молодой человек увидел, что вы без него не можете жить. И вот это ваша самая большая проблема на данный момент. То есть вы пишите о том, что у вас было некое такое общественное мнение, которое вам мешало. У вас были также и ситуации, когда он вам не особо был нужен, и вы его бросали. Это существенно понизило уровень его доверия к вам. Потом он бросал вас сам, и, в общем-то, на основании всего того, что вы написали, можно говорить о том, что мужчина, может быть, вас и любил, как он думал, но его любовь была недостаточной для того, чтобы, наверное, принимать вас до конца такой, какая вы есть. Да, вы ему дороги, да, вы для него ценные, но при этом вас связывают, как я понял, ещё не только личные чувства, но ещё и компания, дружба, какие-то общие дела. И всё вот это постоянно переменялось с любовью между вами. И в итоге парень с одной стороны вроде бы вами дорожил, с другой стороны не воспринимал вас как друга, с третьей стороны пытался воспринимать вас как друга, и в итоге ничего не получилось. Основная проблема заключается в том, что вы в нём нуждаетесь, вам с ним очень хорошо на все 100%. Но если вам так хорошо с ним, то почему вы бросили его, вот вы пишете, в конце, значит, в первом курсе он предложил встречаться, я согласился. Особенно серьезных намерений у меня не было. И меньше, чем через год он отрос, но и за этого. То есть у вас не было к нему серьезных намерений. Мне было плохо пишите вы, я пересмотрел свои отношения, осознал свои ошибки, вернулась к нему. То есть у вас, как бы, проявилась потребность в нём, и вы показали мужчине, что вы в нём нуждаетесь. Дальше, значит, вам стало неприятно, что он в компании друзей совершал определенные поступки, для которых вам было стыдно. Почему вам было стыдно, почему его моральные какие-то взгляды вы принимали на себя, если он к вам это не относил, или имели место быть личные обиды. Не очень понятно. В любом случае, в лечении стало пропадать, и вам хотелось начать общаться с ним, как с лучшим другом, но не более. Что же этот момент не очень важно понять. То есть его моральные качества не устраивали вас, как его девушку, но устраивали как друга. Чего вы хотите-то, собственно говоря, от мужчины, не очень понятно. Дальше вы, значит, расстались, вы перестали видеться, очень по нему скучали вы. Через несколько месяцев он предложил снова сходить, ничего не клеилось. Вы не ругались, нет, просто любви не было. Он вас снова бросил, потому что ему было, наверное, тяжело и неприятно. Вы не расстроились. Опять стали дружить, и это обоих устраивало. Так длилось полгода, потом у вас появился новый парень, значит, в котором бывший познакомил вас, и нашим общением пришел конец. Далее вы пишите, что он сказал, что он любит вас, когда сказал, после чего сказал, как бы при каких обстоятельствах сказал, не очень понятно. Хочешь, чтобы я вернулся. Это вы и сделали, повстречавшись с тем парнем 3 месяца, и понял, что это не мой человек. То есть, по сути, вы пришли к своему парню по первому зову. То есть, он вас познал, и вы пришли к нему. Я полагаю, что это поведение провоцировало его обесценивание. Важно, для того, что он понял, что вы к нему привязаны, и вы без него не можете, и вы всегда вернетесь к нему, даже если не очень этого хотите. Дальше вы пишите, что после этого, через полгода вы опять ушли, не смогли мириться с его недостатками, из-за которых бросили его первый раз. Ну, здесь очевидно, что уже не столько сам человек вас волнует, сколько привычка его. То есть, вы не можете смириться с его привычками, но при этом сами в нем нуждают, если из-за этого возвращаетесь к нему вновь и вновь. Далее, после этого у вас был еще один молодой человек, с которым ничего не получилось. Сюда у вас как будто отцены в глаза. Зачем вам кто-то, когда уже есть тот, с кем вам лучше всего, и без разницы на общественное мнение и на его недостатки. То есть, уходили вы, получается, от него не по своей воле, не по своему мнению, а из-за того, что вас не устраивало общественное мнение. То есть, имеет место быть социальное противоречие. Хотя бы на вашем месте его бы раскрыли немножко поподробнее, потому что, получается, как без мужчины вы не можете, а когда вы с мужчиной, вы его недостатки принимать тоже не можете. И вот он вас, наконец, последний раз бросает, говорит, что он ничего не испытывает и хочет начать с чистого листа отношения с кем-нибудь еще. Далее, вы пишите, что вам плохо не было так никогда. Вы знаете, я думаю, что вас как бы прогрессирует в прямой пропорции, прогрессирует зависимость от человека, в нем вы видите то, чего не хватает лично вам. И это может быть как следствие детско-родительских отношений, так и следствие каких-то комплексов, неуверенности в себе, страхов и сомнений. Потому что то, что вам плохо, и то, что вы не видите, зачем вам жить, это говорит о зависимости от человека. Зависимость – это всегда потребности, а потребности свои, но не удовлетворяются настоятельно. То есть, мужчина не обязан и не должен вам в этом помогать. Далее, вы пишите, что он хочет общаться, проводить время, у нас все друзья общие, компания тесная, но вам очень тяжело. Как я уже сказал, вам тяжело, потому что вы пытаетесь через него удовлетворить свои потребности, которые, естественно, мужчина удовлетворять не должен. И ушел он от вас по двум причинам. Первое – это то, что понял, что вы не нуждаетесь, и ценность ваша для него упала. И по второй причине – это то, что он почувствовал, что вы используете его как источник, как средство для удовлетворения своих целей. Соответственно, что вам можно здесь порекомендовать? Ну, во-первых, у вас есть общие знакомые, общие друзья, он хочет с вами общаться, это здорово. Сочи, контакт между вами не подпадет. Постарайтесь понять, какую женщину он хочет видеть рядом с собой, и если это не будет нести ущерба вам, станьте ею, то есть будьте той, кого мужчина хочет видеть рядом с собой. И в обязательном порядке отделить свои желания личные от желания делать мужчину счастливым. То, что ему вам плохо, это не любовь. Это личная заинтересованность в человеке. Вот это нужно отделить и самостоятельно реализовать. Чтобы вы не были от него зависимы, чтобы вы спокойно, адекватно и рационально оценивали, кто это за человек, нужен ли он вам, хотите ли вы его делать счастливым, безусловно, или нет. И тогда вы, я думаю, сможете не только как бы стать более зрелой личностью самостоятельно, но вы сможете и дать мужчине понять, что так вот продолжаться вечно не можете, что вы не приблизите к нему по первому зову. И если он подчеркнулся, что может вас потерять и может потерять вас реально, то, я думаю, он сможет и проявить себя, и тогда вы уже получите ответ, можно ли вернуть любовь или нет. Дело в том, что чувства нельзя вернуть насильно, они либо есть, либо их нет, и если мужчина любит вас, то он любит, а если нет, то он нет, и это нужно понимать. Но вообще говоря, это любовь прошла, именно любовь, это была не любовь, а просто влюбленность. На что и похоже ваши отношения. То есть, вам друг к другу хорошо, но на серьезные отношения, более такие зрелые, глубокие, полноценные, вы не готовы. Не вы были не готовы, не молодой человек. Если вы сейчас чувствуете, что готовы к этому, то это опять-таки у вас продиктовано вашими потребностями, которые, удовлетворив, вы еще не все известно, будете ли нуждаться в этом молодом человеке или нет. И вот это то, что вам нужно сделать в первую очередь, дабы исключить дошкоренность своего взгляда. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращать в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.